Всем привет, с вами Димас. Будем сегодня делать рецепт самых вкусных, простых шампиньонов для мангала, для гриля. Это рецепт старый вообще, ну как бы, ну несколько раз в год точно я, если собираемся, что-то делаем подобное. Но посмотрел видео, у нас нет такого, как бы, ну грех не снять. Берите шампиньоны. Размер шампиньонов зависит от ваших шампуров. Есть шампура тонкие, и в ширину, и по толщине. Берите чуть меньше, такие, знаете, продаются в упаковках, как бы, вот такие крупные, они на развес больше продаются. В упаковках, чтобы вам удобно было на них. У меня шампура потолще, из-за этого я взял вот такие побольше шампиньончики. Получились. Мне удобно будет их прокалывать, они не будут разламываться. Удобно их будет жарить, они будут более сочными, как бы, маленькие я не стал брать. Шампиньоны я никогда предварительно не мою, потому что, в первую очередь, они влагу очень впитывают воду. Моментально, просто как губка. Из-за этого я не мою. Я просто стараюсь там в магазине где-то или что-то выбрать. Либо взять в упаковке, они упакованы, либо взять более такие чистые и выбрать. Ну, в крайнем случае, можно вот тут почистить шляпку. Рецепт очень простой, сразу говорю. Наверное, наверняка кто-то, ну, многие, кто им пользовался, и, ну, видео куча таких, кто снимает, увидел, кто-то там снял. Делают вкусные шампиньоны, они, говорят, первый раз. Не знаю, рецепта уже там 20 лет, а то и больше. Я видел это вообще очень давно. Ну, что-то как-то не дошло, не дошли руки снять такое видео. Также неотъемлемая часть этих шампиньонов, это чеснок. Чеснок берите, как вы любите. Вот я взял две такие крупные дольки чеснока. Также это самый главный маринад, это майонез. У нас домашний, где-нибудь здесь будет ссылочка в описании, как мы делаем домашний майонез. Он достаточно пряный, из-за этого, ну, если у вас нет домашнего, возьмите там покупной. Наверное, еще вкуснее будет, наверняка. Соевый соус, любой, густой, негустой, обычный, какой у вас есть, там нам понадобится чайная ложка. Я возьму перец, возьму белый, другой, черный какой-нибудь, еще молотый я добавлю потом в конце. Белый, как бы, он очень такой своеобразный запах у него, какашка ему пахнет. Но он очень, как бы, прикольный. Не все его любят, но он очень прикольный молотый, белый перец. Ну, и так же чуть посолю, как бы, это, как бы, все обыденно. Так что, собираем наши шампиньоны в емкость. Добавим майонез. Ну, в зависимости от количества ваших шампиньонов. Короче, надо, чтобы так, чтобы у вас все обволокло, все шампиньоны были, как в майонезе. В принципе, можно добавить водички, опять же. Ну, или, как бы, другой вариант, чуть-чуть помыть, промыть шампиньоны. Они дадут влагу. Вот. Чтобы у вас лучше обволокло. Ну, вот я добавил полторы ложки. Смотрите, у нас как все обволокло. Замечательно. Вот. Так же добавим чесночок. Может чеснокодавилкой это все раздавить. Будет еще интересней и быстрее. Чеснок домашний, ароматный, свежий. У этого сезона вообще бомбический. И все туда тоже погружаем. Опять, кто не любит чеснок, не добавляйте его там. Или добавьте чуть-чуть. Малое количество. Добавим так же чуть-чуть перчика. Где-то одну треть чайной ложки белого молота. Если нет, белого добавьте. Черный обычно. И чайную ложку где-то солевого соуса. Вот. Зелень не рекомендую сразу добавлять. Потому что, ну, она потом у нас при жарке сгорит. Лучше в конце добавить. Обсыпать как бы уже готовые шампиньоны. Зеленью будет намного интереснее. Все. Вот весь и маринад. Вот этих шампиньонов. Вот этих грибов. Ну, в данном случае шампиньоны самые лучшие использовать. Возможно, вешенки тоже можно использовать. Но их сложно будет приготовить на мангале. Шампиньоны они более, как бы, для этого пригодные. Все. Минимум полчаса где-то можно убирать. Я уберу часа на два, на три. Чтобы они, дабы, пропитались получше. Ну, все. Вот шампиньоны наши подошли. Прошло три часа. Вот так они замариновались. Такие красивые. Сейчас пойдем их жарить. Угли дожгутся у нас. Костер, точнее. Поставил я на угли. Самое главное в этой обжарке, чтобы угли были очень мощные. Очень жаркие. Говорит, чтобы колернулись. Майонез колернулся сверху. И весь сок остался с шампиньонов внутри. А сверху очень был сильно поджаристый. Они будут очень вкусные и сочные тогда. Вот такие вот. Смотрите, как быстро должен схватиться майонез. И уже потом на медленных углях поджаривать. Коша. Иди-ка, киса. Ты будешь грибы? Шампиньоны любишь? Любишь шампиньончики? Иди гуляй. Котов еще. Вон пришел котяра. Семен. Что ты пришел? Тоже на еду? Вообще бомба получается. Конечно, можно такого эффекта добиться. Похоже на сковородки, но вряд ли. Здесь все-таки сок меньше вытекает. Вкусные они очень получаются. Это грибы нельзя есть. Нет, нельзя. Это грибы нельзя есть. Чего хотите? Грибов? Чего хочешь? Грибов хочешь? Нельзя грибы. Вот смотрите, такая красота получается. Запах обалденный. Даже кошкам нравится. Даже мухи прилетели. Вид обалденный. Попробуем сейчас. Так что, если рецепт всем понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. И мои большие руки. Все. Всем пока. Увидимся.